Царь Небесный Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Дай нам все услышанное на этом занятии запомнить. Дай нам дерзновения и силы рассказать другим людям. И пошли на нашем пути людей, жаждущих слышать Слово Твое. Наполни наши уста славословием. Тебе же слава во славе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Мир вам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В прошлом занятии мы начали пятую главу послания апостола Иакова разбирать. Давайте вспомним первый стих. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Второй, третий стих. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедены морю. Золото ваше серебро, и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни. Иакова, 5 глава, 4, 5 стих. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши вопиет, и вопрежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Толкование. Это обличение и посрамление начальникам иудейским, которые пасли бедных и присыщались почестями от всех, но сами готовились на заклание римским властям от рук их, особенно за то, что осудили единственного праведника Господа, и убили его, когда он не противоречил, не вопиял. 6-7 стих. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Толкование блаженного фифилактов Бавагарского. Апостол бесспорно имеет в виду самого Христа. Он обобщает речь, простирая ее на прочих потерпевших от иудеев подобное. И, может быть, пророчески говорит о собственном страдании. Осудив роскошь начальников иудейских и жестокость их в отношении к бедным, Апостол обращает речь к верным и говорит «Братья, не соблазняйтесь при виде сего и не унывайте, будто бы не будет отнущения». Говорит о нашествии римлян и о пленении ими иудеев, которое и называет пришествием Господня. Подобно как и преклонившийся к груди Господа Иоанн, когда говорит о своей кончине, представляет самого Господа говорящим. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду». Ибо здешняя жизнь его простиралась до взятия Иерусалима и немного далее. А что пришествие Господня, как здесь, так и Иоанн, означает истребление Иерусалима, это видно из слов пророка. «Вот он идет», говорит Господь Саваоф. «И кто выдержит день пришествия его?» Малахия 3.1.2 То есть, когда пришествие Божие наведет наказание на нечестивых. Иоанн Златоуст в некоторых своих толкованиях, когда разбирает слова «пока приду», видит в них также указание на разрушение Иерусалима и подтверждает это молитвой трех отрок. «Да будет жертва наша пред тобою ныне благоугодная тебе». Пророк Даниил 3.40. Прессимон говорит, что значит пред тобою, после того, как пройдет гнев твой. А когда он пришел, когда Новый Худоносор разрушил Иерусалим? Это о слове пришествия. Некоторые из отцов говорят и то, что долготерпением апостол называет здесь сносливость по отношению друг к другу. А терпением сносливость по отношению к внешнему. Ибо человек долготерпелив к тому, кому может и мстить, а кому не может мстить, от того терпит. Посему о Боге никогда не употребляется слово «терпение», но «долготерпение», а о людях терпение. Дождем ранним означается слезное покаяние в молодости, а позднем – в старости. Все же зависит от человеколюбия Божия. Почему и говорит «пока получит». Ну вот такое толкование, такой не совсем понятный, на мой взгляд, стих. Вот, у кого есть вопросы. Значит, здесь на что обратить нужно внимание? То есть, и так, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот. Ну, пришествие Господня – сразу же мысль о том, что это будет второе пришествие Господня. Вот. Ну, а здесь нам толкователь говорит, что имеется в виду это вот разрушение Иерусалима. Взятие Иерусалима римлянами, когда Господь вот навел на них такой вот… Беду, можно сказать, или отмщение за то, что они праведника осудили и убили Христа. Вопросов нет, поэтому… Идем дальше. Дальше вот он говорит о долготерпении, то есть, дождь ранний и поздний, понятно, то есть, покаяние в молодости, покаяние в старости. То есть, Господь долготерпит. Почему долготерпит? Он ждет нашего покаяния, не убивает нас. Кто-то в юности может принести покаяние, кто-то вот поздний дождь. Значит, Господь долготерпит. Дальше апостол Аков пишет в 8-12 стихе. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Вот судья стоит у двери. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья моих, пророков, которые говорили именем Господнем. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятвую. Но да будет у вас, да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Толкование. Толкование. «Утверждение ваше пусть будет твердо в твердом и отрицание ваше пусть будет такое же. Иначе, пусть свидетельство вашей жизни будет тверже клятвы. Если кто-нибудь бесстыдный, не уважая вашей жизни, настоятельно будет требовать от вас клятвы, то вместо клятвы пусть будет у вас «да, да» и «нет, нет». Лицемерием называют или то осуждение, которое постигает нещадно клянущихся и от привычки к клятве доходящих до клятва преступления. Или самое лицемерие, которое иное есть и иным кажется. Каким же образом клянущийся впадет в лицемерие? Следующее. Как клянущийся, он признается утверждающим истину, а когда последует преступление клятвы, он оказывается лсущим лжецом. «Клястся Богом апостол запрещает во избежении клятва преступления, а небом и прочими предметами для того, чтобы им не усвоить чести божеской, ибо все клянущиеся клянутся высшим». Евреям 6.16 «Но скажет иной, что делать, если иного принуждают клятся?» Отвечаем. «Страх Божий сильнее насилия принуждающего. Иной, имея в виду ветхий закон, будет и так недоумевать. Если ветхий закон одобряет клянущегося именем Господнем, то как возбраняет делать это благодать?» Отвечаем. «Ветхий закон повелел иудеям клясться Богом, чтобы отвратить их от клятвы идолами, подобно тому, как повелел он им приносить жертву Богу, чтобы отвлечь их от принесения жертв идолам. Но когда он достаточно научил иудеев благочестию, когда отменил их жертвы, как бесполезные, стал требовать жертву незаклания животных, но души сокрушенной. Какой же это? Такой, которая через смирение вся сжигается огнем любви, подобно Павлу, который в высшей степени воспламенялся, когда некоторые из верных соблазнялись». 2 Коринфянам 11.29 «Комментарий о клятве, смотри, толкование на Матфея 5.37» Ну что, и вот апостол Иолаков тоже запрещает клятву. Непонятно, почему такой резкий переход от долготерпения, от второго пришествия, тут сразу к клятве переходит как бы ни с того ни с сего получается. Нет взаимосвязи, на мой взгляд. Вопросы, может, есть у кого? Послание Иоакова, 5 глава, 13-14 стихи. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весело ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет присвятеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне». Толкование. «Злостраданию пусть сопутствует молитва, чтобы для искушаемого легче был выход из искушения. Потом, когда волнения наши через молитву умолкнут, и душа достигнет свойственного ей состояния, тогда пусть поет, чтобы блаженство ее приумножилось. Ибо пение псалмов, по словам Веселия Великого, производит мирное и беспечальное состояние души». «Кто не достиг такого состояния, которое Давид называет святостью, подбуждая святых педи Господу?» Псалом 29,5. «Молитва того долго бывает пустословием». Ну вот этот стих, что «Болен кто из вас, пусть призовет присвятеров церкви». Есть такое в церкви таинство с оборванием, когда молятся и над больными, болящими, исселяются. В церкви, конечно, сегодня не совсем по слову Божию, если не сказать совсем не по слову Божию. Больные сами идут в церковь ногами. А здесь ясно апостол Аков Христос, пусть призовет присвятеров, то есть больной он лежащий. И помолятся над ним, помазав его илием во имя Господнем. На соборовании, конечно, мажут илием. И такая есть прибаутка, по-другому не скажешь, суеверие или как. Что во время соборования прощаются те грехи, которые вы забыли сказать на исповеди. Кто это придумал? Когда? Зачем? Непонятно. И вот люди идут пособороваться. Ну вот шутка такая. Бодрельный, кто из вас, пусть заплатит 400 рублей. Такое ощущение, как будто это второе таинство крещения, потому что в крещении такое прощается в грехи. Да, потому что первое таинство бракоделия, ну и какое-то вот, как будто вот оно сделано таким образом, что нужно второе, чтобы наверняка, а то и третье и четвертое. Потому что в крещении грехи не прощаются. Оно и понятно, что не прощаются, потому что крещение человека приводит не в готовом. К артехизации нет, человек не сознает толком, в чем кается. У нас сестра принимала крещение, а до этого она единственный раз приходила, была и раз в церкви на исповеди. И я вот единственный грех назвал, утопила котенка. Женщине уже 30 с лишним лет было. То есть она больше не могла увидеть в себе ни одного греха, свято прожила. Конечно, таких нужно соборовать, потом еще раз, еще что, чтобы все грехи простились. И так до бесконечности. Сегодня от этого-то исповедь это пришел сравнивать, это Игнать Тихонович. Помет вступил, сболтал, все сболталось, потом опять осело. Опять сболтал, опять осело. Почему? А сосуд не очищается. Нет очищения грехов. Что значит очищение грехов? То есть человек чистый грехов, он был грешником, стал безгрешным. То есть он больше не делает эти грехи. Вот это очищение грехов. То есть он назвал этот грех на исповеди, он больше его не делает. У него искреннее покаяние, у него отвращение к этому греху. Злой дух выходит и выселяется в Дух Святой. И Дух Святой не пускает этого злого в духовном противе. И этот злой дух уже на этот грех его не может соблазнить. Вот это истинное покаяние. А перечисление грехов с твердым намерением их повторять, это никакое не покаяние. Это перечисление грехов. Есть такое понятие запинающий грех. Действительно, человек... Хотя и создан по образу и подобию Божию, но было грехопадение, и человек уже рождается, как в Псалоне, «Во грехе родила меня мать моя». Он рождается склонным ко греху. Но рожденный человек свыше от Бога написано «не греши». То есть это не его свойства, ему противно. Еще раз повторю, вот овечка, она не увидишь ее, чтобы она валялась в грязи и хрюкала. Если она споткнется где-то, она тут же отряхнется, или там гусь, например, видно, что они такие чистоплотные животные. А свинья на лужу найдет и в грязи в этой грехе лежит. Вот Господь силен из свиньи сделать овечку. То есть все. Естественно, эта овечка будет спотыкаться где-то, дьявол будет подушки ставить, но она уже овечка, она не свинья, она не будет лежать в грязи, она ей противна, не свойственна. А писание называет «Не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыни псам». Вот эти свиньями называются по толкователю фащерлакта это люди верующие, свиньи. То есть они верят, но они живут по-свински. То есть продолжают грешить. В грязи в этой находиться. Какие-то вот эти вот и ходят на источник, и священник говорит «Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь». Почему чаще-то? Зачем? Непонятно, что от этого? Надо быстрее, быстрее успеть все от всех грехов избавиться. Так он одни и те же перечисляет. А откуда ты знаешь? Да я сам, потому что, такой был. Правильно он, Павел, заметили, был сухим грешником, стал мокрым грешником, принял крещение. Истинного покаяния нет этому. Попы не учат. Почему? Да потому что они сами грешники. ходят как на работу, просто вот. Таинства проводят, требы. Почему? Ну, деньги люди платят. А почему платят? А потому что, ну, верят в то, что вот с Богом можно так договориться. Заплатил, как Вячеслав пишет, 400 рублей, и спи спокойно, греши дальше. Понимаете? То есть, совесть... Только не мочение не может признать за полное погружение. Вот решили новое придумать, с оборудованием, что прощаются к греху. Все подряды будут. Да, и... Маленькие, взрослые. И очень удобно под дудку болезни. Ну, все же мы болеем. Все. Разболен, и у этого человека жалко. Вот. Если он алкоголик, он не грешник, он больной, к нему нужно вот относиться как к больному. Его же нужно лечить год, два, три, десятилетия. Все. Лечить, лечить, лечить. Родственники пусть платят. Еще ради его лечить. Его надо не лечить, его нужно воскресать. Он мертвец. Сын мой был мертв. Пропадал и нашелся. Когда он все пропил, имение отца с блудницами прокутил, он мертвый был духовно. Мертвый. А мертвому что нужно? Ему нужно родиться. Как родиться? Как Никодин спрашивал. Обратно в утробу матери залезти, вылезти потом. От Бога, от Слова Божия родиться. Признать Бога своим отцом, усыновиться ему. И что отец скажет, то послушное чадо пусть исполняет. По любви к отцу. А любовь к отцу выражается в чем? Кто любит меня, Господь говорит, соблюдет заповеди мои. Все. И тогда уже не соборываться тебе не надо. Почему? А потому что ты уже и болеть не будешь. По себе знаю. Пока грешил, болел, перестал грешить, перестал болеть. А сегодня в Криво Православном, я сам такой был, лозунг всех, которые входят в храмы Московской Патриархии. Может быть, и жить, грешить и не болеть. И вот это соборование как раз сюда подходит. Пошел 400 рублей, заплатил в кассу, тебе помазали, или греши дальше. Правда, и болеть будешь дальше. Может, Господь на время помилует, как бы, потому что впереди, читаем, он долготерпелив. Он ждет нашего покаяния истинного и не убивает нас. А болезнь посылает, ну, для того, чтобы для смирился, чтобы человек не задумался. Хорошо, когда смертную болезнь посылает. Человек понимает, что если он не поменяет образ жизни, он умрет. Вот со мной такое было по милости Божьей. А жить хочется всем и праведникам, и грешникам. И дальше он в 15-16 стихе пишет, «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». Вот откуда они это берут, прощение грехов. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного толкования». Это апостолы совершали уже и в то время, когда Господь жил еще между людьми. Они помазывали больных Илеем. На что хочется обратить ваше внимание? «Признавайтесь друг другу, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. впереди он говорит о присвятерах, что помолятся, а здесь друг другу. Присвятеров нету. хорошо, когда присвятер друг, прекрасно. А если не друг? Друг другу. И когда душу бываешь другу и зальешь, хорошо, когда такой друг есть. И как гора с плеч. Такое же ощущение, бывает, что согрешил, а на исповедь не принято. кто-то каждую неделю исповедуется, причащается. У нас как бы четыре-пять раз в год исповедь и причастие. А согрешишь, совесть мучает. на исповедь еще пост не начался, как бы не хочешь лишний раз батюшку беспокоить, что он тебя одного будет исповедовать, что ли. Конечно, будет, но все равно как-то. И вот другу расскажешь уже, исповедуешь, признаешься в этом грехе, помолишься, и все, и чтобы исцелиться, и тут непонятно, то ли от греха ты исцеляешься, от этого недуга, грех это тоже недуг, души. Либо душа настолько связана с телом, что врачуя душу, врачуя тело. Говорят, здоровом теле здоровый дух. Ну, нет, если дух гнилой и нездоровый, то и тело будет чахнуть. Но не всегда бывают исключения. Господь так делает, что здоровый, мощный, грешник, думаешь, да когда ты сдохнешь, наконец, скоро слазь сделал, уже там, усатый Гуталинщик, когда он умер, многие вздохнули и возблагодарили Бога, сколько он людей гнобил в гулаге встали. А бывает, человек свято живет, как святой Ив, и болеет, и болеет, и друзья пришли, понять ничего не могут. и это за грехи тебе нет. Господь так делает, чтобы праведник, страдая на земле при жизни, меньше пострадал там. Вернее, не получил наказание в той жизни. А грешник в этой жизни на земле не болеет, то есть живет, Господь его не наказывает, для того, чтобы наказать там. то и другое указывает на то, что есть загробная жизнь, будет справедливость. Если на земле этой справедливости нет, то она обязательно будет на небе. Это лучшее доказательство того, что загробный мир существует. Если вы не видите справедливости на земле, многие ищут правду на земле, нету правды на земле, она будет на небе. Царство Божие внутрь вас есть, ты в себе его ищи в первую очередь. Если это Царство Небесное в тебе, когда ты его в себе найдешь, когда вынешь бревно из своего глаза, тогда узнаешь, как вынуть бревно из глаза брата своего. Потому, что все мы любим в чужих грехах ковыряться, а про свои забываем. Как правило. А Евангелие нас учит прежде из своего глаза вы очистил себя от таких-то пороков. Потом других учи. Кто же тебе поверит, если ты будешь учить не пить, а род у тебя виния будет. Или будешь учить жизнь целомудренного самого десять любовниц. Кто же тебе поверит? Никто не поверит тебе. Послание Аква 5 глава 17 18 стих. Илия был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя, на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Толкование. Молитва праведника имеет большую силу тогда, когда и тот, за кого он молится, содействует его молитве душевной скорбью. Ибо если тогда, когда за нас молятся другие, сами мы проводим время в роскоши, неге и невоздержании, то мы через это ослабляем силу молитвы, подвязающегося за нас. И сбывается на нас слово блаженного Петра, когда один строит, а другой разрушает. То, что они получат для себя, кроме утомления. Сирахов 34.23 Действительно, вот эти сорока уст и за деньги мне так они не по душе. Явно человек, он сам молиться не будет, он отдал деньги в церковь, за него записочки читают, 10 рублей имя или сколько сейчас стоит, не знаю. Да где же это видано, чтобы молиться за деньги? Это молитва не от сердце это давайте заплачем ты за меня болись, а я буду в роскоши и неги дальше. Если тебе нужна какая-то нужда у тебя, молись сама. А если сам не молишься, и нужды тебе никакой нет. но здесь человек больной и молись сам. призови призвитеров, то есть тут уже без призвитеров никуда. действительно нужен ходатай перед Богом. так Господь устроил. вопросов нет. 15-16 стихи. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он соделал грехи простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Толкование это апостолы совершали уже в то время, когда Господь жил еще между людьми. Они помазывали больных елеем. Об этом говорится у Марка. 6-я глава 13-й стих. Давайте вспомним, где это. Марка 6-13 изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Апостолы, ученики Христовы. сегодня вот это мира, которое младит, это вот молятся над этим миром собор священников, несколько священников, но потом уже это мир каждый священник применяет, чтобы исцелить болящего. То есть впереди мы читали пусть призовут пресвятеров, но сегодня не всегда так получается, чтобы несколько пресвятеров могли прийти к одному болящему. Поэтому они над миром молятся, потом это мир раздают по всем городам, разводят священникам. То есть оно уже целебное свойство имеет в плане соборования вот это масло специальное для соборования. и здесь обещание то есть молитесь друг до друга чтобы усилиться. Много может усиленная молитва праведного может болящий сам как-то еще не не столь сильна его молитва праведник тем более собор священников тогда их Господь услышит. Иакова 5 глава 17 18 стихи Илья был человек подобный нам и молитвой помолился чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев и опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод свой толкование молитва праведника имеет большую силу тогда когда и тот за кого он молится содействует его молитвой душевной скорби ибо если тогда когда за нас молятся другие сами мы проводим время в роскоши неги невоздержания то мы через эту силу молитвы ослабляем избывается на нас слоб благо так я это уже читал простите иакова 5 глава 9 по 20 стихи братья с 19 по 20 если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его пусть тот знает что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов толкование тоже говорит иеремия 15 главе 19 стихи на сие так сказал господь если ты обратишься то я восставлю тебя и будешь предстоять при лице моим и если извлечешь драгоценное изничтожного то будешь как мои уста они сами будут обращаться к тебе а не ты будешь обращаться к ним ибо всякий возвещающий слово божие божие бывает устами божьими ибо что говорит не вы будете говорить но дух отца вашего будет говорить в вас мотфея 10 20 поэтому то через давида и воспрещает он грешнику что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои псалом 49 16 и вот на слова фефилактов всякие возвещающие слова божьи бывают устами божьими Игнать Тихонич дает небольшой комментарий быть глашатаем царских законов великая честь но быть устами божьими кто из смертных может помыслить об этом еще раз повторяется Вереме 15 19 на сие так сказал Господь если ты обратишься то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лице моим и если извечешь драгоценное из ничтожного то будешь как мои уста они сами будут обращаться к тебе а не ты будешь обращаться к ним ибо всякий возвещающий слава божьи бывает устами божьими вот такое толкование с божьей помощью мы закончили послание Якова разбирать небольшое послание всего пять глав вопросы может у кого-то возникли по этому посланию все ли понятно все Сергея вы прочитали последний стих и толкование вы хотя бы поняли о чем там говорится Вот этот двадцатый стих Что обративший грешник Последние толкования Ну смотри Вот здесь вот он говорит, что обративший грешника От ложного пути его спасет душу от смерти И покроет множество грехов И толкователь нам говорит, что Дух Отца вашего будет говорить в вас То есть отец Он всегда видя Сына согрешающего Заботится о нем И предостерегает его от греха То есть если Ну любой родитель, ты мать знаешь Если видишь ребенок что-то делает Такое ты как мать будешь Всегда его останавливает Отец Любит нас И останавливает нас От греха посредством других людей И вот он говорит Братья То есть мы братья То есть у нас один Отец Небесный И мы друг друга удерживаем от греха С помощью Духа Святого Который живет в нас Потому что если мы Духа Христова не имеем То нам тогда на братьев наплевать Спасется он или не спасется Это от любви делает человек Когда обращает другого От его грешного пути Когда он уклоняется от истины Там в ересь куда-то уходит Или в секту Или в грех какой-то впадает И вот чтобы его обратить Нужны тысячи талантов Когда Тихонич Это вот дар проповедника Удар убеждения То есть он Дар Не безразличия Может быть Понимаете Это дары Святого Духа Бог есть Дух Кто Духа Христова не имеет Тот и не его А Христос он всегда исцелял Не только Телесно ходил Но и проповедовал И исцелял духовно То есть люди очищались От грехов Бесы выходили из них Злые духи Вот мне так это видится Это толкование И здесь Игнать Тихонович Тоже комментариев То есть великая честь Когда мы царские законы Глашат Ну Послание президента Там читает Выпала ему такая честь А здесь послание Божий Уста Божий То есть Слово Божие Очищает нас От греха А как оно Слово Божие Оно через людей Оно Так Господь устроил Он с неба Ни с кем Не разговаривает Сейчас То есть Это мы Обличаем людей Да Обличать нужно Но и обличайте Написано Конечно То есть Обратить От Ложного пути Его нужно В первую очередь Обличить Указать ему Что он идет Не тем путем Уклонился От истины То есть Сделать его Грех Известным То есть Вылить На него Свет Обличить Чтобы человек Увидел Что он идет Что он не В истине Может человек Покаяться Может обратиться Пойдет К истине Тогда приобрел Ты брат А может Упереться В грехе Вот Беда еще Какая бывает А да Там Ну если он Против тебя Согрешил Все равно Грех Он и есть Грех Против тебя Или против Близню Не важно Ты его Обличил А он Не послушал Призови Тогда Дух Если Не послушал То Скажи В церкви Толкуется Что тогда Уже В церкви Это значит Ну уже Священник Должен Пресвитер Должен Быть В курсе Его Греховных Таких Делов Нераскаянных Если Он Пресвященник Не покается Упрется В своем Грехе Будет Он Как Язычник И мытарь И Господь Говорит Если Ты Увидел Брата Согрешающего И сказал Ему И он Обратился Ну хорошо Приобрел Ты Брата Своего А если Сказал А он Не Обратился Грех Его На нем Но Ты Спас Душу Свою А если Ты Видел Брата Согрешающего И промолчал Вот От От Нелюбви От Жестокосердия Как Угодно Это Ходите Называйте И Господь За то Что Он Обратил Кого И Этому Кто Обратил Прощает Номерство Грехов То есть Покроет Множество Грехов Ну Что Здесь Это Имеется Ввиду То есть Прошлые Грехи Простятся Тому Кто Обратил Другого От Ложного Пути Тут Не Совсем Понятное Толкование Это Маленькое Я Когда Читала Этот Первый Стих То Я Сразу Поняла Речь Идет Об Знаете Тихо Он Обратился От Грехов К Христу Да Он Если Проповедует Говорит Как Слова Божьи Он Ничего Не Прибавляет Не Убавляет И Поэтому Обращаются Души За То Что Души Обращенные Пришли К Христу Приняли Крещение Живут По Западе Божьим Стараются Благовенствовать То За Это Господь Прощает Ему Грехи Вот Так Вот Просто Ну Правильно Ты Понимаешь Я Тоже Так Понимаю Кто По Другому Понимает Но Тут Видишь Не Сказано Чьи Грехи По Логике Грехи Того Грехи Того Кто Проповедует Кто Обличает Кто Говорит Того Прощаются Грехи Потому Что Если Он Не Проповедует Не Обличает Господь Говорит Я С Тебя Спрошу Потому Что Это Грех Ты Разумел Делать Добро И Не Делай Тому Грех А Обратить Грешника От Ложного Пути Это Добро Или Зло Конечно Добро Дух Святой Здесь Вы Человек Вот Вот То есть Сеетели Есть Да И Вышел Сеет Сеет Вот Семя Упало На Четвертое Семя На Доброе А вот После Воскрешения Господа Иисуса Христа Когда Апостолы Пошли Проповедовать Сеет Это Слово Дальше Чтобы Оно Дало Плоды Тогда Когда Они Получили Духа Святого То есть Человек Должен Дух Святым Рожденным Свыше Если Он Рожден Свыше То Он Благоествует Он Не Может Просто Сидеть Дома Покрестился И сидеть Дома И все Он Никуда Не Ходит Ни С кем Не Разговар Не Обращается Вот Если Те Люди Покрестились О Мне Так Хорошо Я Хочу Дома Сама Сидеть Ни С кем Не Общаться Нет Такого Нет Деяния Апостола Все Шли Благословали Проповедованы День Пятидесятницы Когда Сошел Дух Святой Поэтому Господь Говорит Ждите Обещанного Отца Духа Святого А у Нас Так Получается Человек Он Верного По Писанию Господа Иисуса Христа Должно Быть Рождение Свыше И Завершающий Этап Уже Крещения Это Человек Он Обязательно Будет Благовест Обещать Родственников Своих Друзей Всех Где Он На Работе Живет Он Не Будет В Церкви Он В Юбке А На Работе Потому Что У Него Такая Работа Он Будет Одевать Штаны Или Постригать Бороду Или Плоток Не Может Одеть Потому Что У Нас Такой Дресс Код На Работе А Как Ты Наташа Понимаешь Обличающий Кощунник Наживет Пятно Себе Ну Я Думаю То Что Тот Человек Будет Ну Как Это Когда Ты Кощунник Обличаешь Он Начинает Тебе Вкулить По Носить По Всему Это Как Бедно Для Тебя Горечь Скорбь Тебе Обидно Конечно Чтоб Человек Посыпел К Себе Так Ты Хотел Ему Душу Спасти Чтобы Он Спас А Он Начинает Кощенничать Правильно Вот Как Угнать И Тихонович Он Обличает Да Говорит Правда У Него Сколько Кулителей Богохульников Там Только Одних Сектантов Только Сколько И Священников Тоже Да Вот Это И Есть Пятно Но Это Сказано Я думаю Правильно Понимаешь Но Это Сказано Не Для Того Чтобы Не Обличать Кощенников А Чтобы Быть Готовыми Что За Это Придется Претерпеть В Другом Месте Сказано Не Мечите Бисер Перед Свиньями То есть Свинья И Кощенник То есть Как бы Вот Дабы Они Не Обратились И Не Растерзали Вас То есть Тоже Такое Предостережение Предупреждение Или Это Все Таки Запрет А С Другой С Откуда Мы Знаем Свинья Перед Тобой Или Свинья Как Как Его Толкование Метания Бисера То есть Это Не Обличение Еще Это Такой Более Глубокий Духовный Смысл Говорит Человеку Который Еще Не Готов И Не Желает Тебя Слушать Глубинные Такие Познания Вот Это Пример В Наш Православном Приходит Допустим Куда Мы Приходим В Церковь Да Вот Люди Православные Которые Живут Так Им Хочется Вот Если Начнешь Их Обличать Вот Тебе И Бисер Претешь Перед Ними Потому Что Они Живут Как Свинья Называется Христиан На самом Деле Ни Христиане Неправославные Еще Бисер Бисером Называется Я Помню Игнать Тихонов Говорил Что Высокие Божественные Истины То Это Не Тебе Благовествовать Ты Не Можешь Как Благовествовать Всем Потому Что Все Твари Написано Нервнающие Свиньи И Псы В том Числе А Вот Именно Какие Высокие Божественные Вот Им Не Надо Открывать Как Раз Так И Это Все Лишнее Да Ни К Чему Они Еще Наглее Могут Сделаться От Этого И Да Действительно Зачем Свинья Бисер На Его Грязь Затопчет Они Просто Могут Ударить Побить Как Апостола Павла И И Постояние Гналися За Ним Сколько Они Раз Хотели Его Убить Вот Тут Про Сергей Прислал Толкование Тут Точка Запятой Про Кощунника Сказано Дальше Не Обличай Кощунника Чтобы Он Не Возненавидел Тебя Точка Запятой Обличай Мудрого И Он Возлюбит Тебя Хочешь Чтоб Тебя Любили Обличай Хочешь Чтоб Тебя Ненавидели Обличай Для Этого Не Знаешь Кощунник Перед Тобой Или Мудрый А Возвисимости От Того Как Он Себя Поведет Полюбит Он Тебя Или Возненавидит Ты Узнаешь Кто Перед Тобой Кощунник Или Мудрый Мудрый Человек Всегда Поблагодарит Обличителя Даже Если Тот Того Несправедливо Обличил Он Мудрый Этот Человек Обличил Меня Несправедливо Ведь Он Хотел Моего Спасения А За Мной Такого Нет Дай Ко Я Поблагодарю А Если За Мной Такое Было И Тем Более Еще Если Скажешь Человеку Даже В жесткой Форме И Он Отреагирует Плохо Очень На Это А Это Не Значит Что На Него Не Повлияло Он Не Повлияет В Тоге Он Даже Может Тебя Плохо Относиться А У Него Начнет Изменения Ну Я По Себе Знаю Допустим Мне Что Сделают И Так Резко Отреагируют На Дальше Дай Наставление Мудрому И Он Будет Еще Мудрее Научи Правдивого И Он Преумножит Знания Давайте Почитаем Потому Что Это Интересно Здесь Делается Вводное Замечание Имеющее Целью Ограничить Круг Людей Которым Обращена Проповедь Посланников Преумудрости Бесцельно И напрасно Учить Мудрости Людей Презрительно Издевающихся Над Истиной Ненавистно Относящихся К ней И к ее Проповедникам Действительно Таких Людей Их Можно Увидеть И Видно Что Они Презрительно И Не издеваются Но Смехаются Хохочут На уроке Учитель Говорит А дети В окно Смотрят Их Никакого Желания Учить Нет Бисер Перед Свиньям Бывает Учишь И Человек Сидит Рот Открыт Прям В рот Тебе Заглядывает Таким Приятно Работает Как Губка Впитывает Это Мудрый Человек Он Еще Мудрее Станет Учить Такого Будет Еще Мудрее Вместо Бесполезной И Небезопасной Траты Словного Разумления Кощунника Проповедник Лучше Должен Обращать Своего Внимания На Мудрого То Есть По крайней Мере Стремящегося К мудрому Которому Пробовать Мудрости Всегда Принесет Существенную Пользу То Есть Не Тратьте Время На Людей Которые Видно Что Может Из-за Вежливости Тебя Слушайте Должен Почувствовать Что Тебя Не Будьте Занудой В этом Плане Не Мечите Бисер Таких Людей Почувствуйте Но Только После Того Как Вы Начнете С ними Разговаривать Начнете Его Обращать Не Сразу А то Вот Везде Свиньи Бисер Нельзя Метать Я Теперь Все Буду Дома Сидеть В воскресный День Никуда Не пойду Не Евангелие Раздавать Ничего Все Кругом Кощунники Они Пятно Мне Сделают А зачем Мне Это Пятно И Начинает Лукавый Тебя Мы Церковь Земная Мы Церковь Воинствующая Нам Господь Заповедовал Воевать С грехом Воевать Поэтому Должны Идти Обличать И себя В первую очередь Обличать И Себя Исправлять Понятно Впрочем Само Собой Что и указанное Ограничение Стих Седьмой Восьмой Имеет Лишь Относительное Условное Значение Им Внушается Не безусловное Запрещение Учить Нечестивых Истин А лишь Осмотрительность В обращении С хурителями Истин То есть Понятно То есть Только Что я Перед этим Сказал Будь Осмотрительным Смотри Кого Учишь Учить Надо Всех С любовью Дальше Любовь Высшее Начало Истинной Жизни Обязывает Всех Обладателя Истины Всюду Распространять Добро Истину Заботьтесь О спасении Всех По образу Самого Бога Хотящего Спасения Всех Не Исключая И грешных Негрешных Негрешных Что их Спасать Они Уже Как бы Спасенные Константы Говорят Бог Любит Грешника Кающегося А чтобы Он Покаялся Его Нужно Хотя бы Обличить Для Начала Показать Что Грех Делает Вот Попы Потом Это Семя Испортят Элена Фаур Ну Вот Церковь Захватили Корабль Если Это Церковь Пираты Пираты Портят Это Семя А Это Семя Портят Потому Что Небо Не Имеет Корни Это Семя Почему Меня Не Спортили Попы Почему Вас Не Спортили Попы Есть Четыре Вида Семь Четыре Четыре Вида Людей Да Не Имело Корня Поэтому Засохло Подули Ветр И Упало Чуть Чуть Тебя Колебнули И Ты Повелся В сторону Совершенно Верно А Чтобы Это Семя Укоренилось Что Нужно Для Этого Делать Почву Готовить Эту Как Вот Есть Такое Сравнение Если Сердце Наше Это Земля И Чтобы Она Чтобы Эта Земля Была К Принятию Семени Слов Божия Эту Почву Сердца Нужно Взрыхлить Как Взрыхлить Что Такое А Вот Язык Проповедника Это Плуг Вот Иоанн Притеча Он Приготавливал Сердца Людей Приводил Их К покаянию Чтобы Они Впоследствии Приняли Христа То есть В данном Случае Вот этот Рыхлитель Это Язык Иоанна Крестителя Глаз Упиющего В пустыне Сегодня Даже Фильм Есть Глаз Упиющего В пустыне Это Игнать Тихонич Лапкин То есть Он Сердца Рыхлит Как Может И готовые Сердца Семя Падает Уже На Благодатную Почву Слово Божие Ложится И принимает И человек Кается Принимает Крещение И живет В истинной Христианской Верии Вот Вот Да Порой Даже Не ждешь У меня На работе Я уже Наверное Всем Кому Можно Засвидетельствовал Мы общались Божественные Темы Много Человек Человек Наверное 40 Я с кем Общался Ну там Практически Вот Сейчас Одна Только Сейчас Ее нет Не присутствует Татьяна Татьяна Доронина Вот она Есть В группе Она Певщая Правильно У нас И работает Вот она Заинтересовалась И уже Я вчера Стою И Богу Молюсь Может Еще Какой-то Человек Есть Но Чувствую Что Вообще Нет Ничего Все Ну Никто То есть Все Кто Меня Знает Я Всех Тоже Знаю Им Вообще Ничего Божественного Не Интересует Я Я Уже Там Чисто Стою Писание Учу А Там Новенькая Пришла Одна Где-то Месяц Назад И Ну Я На нее Посмотрел Еще Тогда И В голове У себя Прокручиваю Она Молчала Потом Говорят А Говорят Ты В деревню Ездил Какую-то Я Говорю Да А Можешь Рассказать Я Говорю Даже Фотографии Могу Показать И В общем Я Фотографии Показал То Она Рассказывается Она Оказывается Месяц Назад Увидела Как Просто Издалека Меня Что У меня Борода Заинтересовала Она Начала Всех Спрашивать Ну Видать Я Так Уж Понял И Она Там В интернете Нашла И Начала Читать Смотреть И Целый Месяц Она Смотрит Все Эти Ролики Видео И Вот Сейчас Мы Только Пообщались Месяц А Я Смотрел Укол Него Стоял У Мне Даже Близко Я Думаю Ничего Себя Глухой Немой Даже Я Не Определ Что Человек Надо Пообщаться И В итоге Она И Про Все Про Великий Слой Про Суд Страшный Суд А Какие Грехи И У нее Так Она С Открытым Ртом Слушала Реально Я Первый раз Так Увидел Человека Мгновенно Все Воспринимала Сразу Соглашалась Что Так Это Должно Быть Да Я Чувствую Что Истинно Говорить Я Удивился Что Удивительное Говорю Ты Грехи Тяжело Не Впадало Никакие Как Ты Воспринимаешь Интересно Ну Вот Такая Интересная История Вчера Пригручивалась И Не Ждешь Порой А Святой Дух Работает И Без Тебя Даже Да Да Вот Так Живешь И Не Знаешь Что Человек Уже Сердце Уже Готово О Чем Говорили То Четыре Категории Людей Одно На Благодатную Почву Падает Вот А Если Эта Почва Благодатная То Человек Избранный Бога Для Спасения Он Найдет В Интернете Сам Подготовит Уже И Только Его Подтолкнуть И Все Он Уже Готов Вот Это Об Этому Тоже Нужно Мориться Чтобы Господь Посылал Чат Духовных Для Утешения Бывает Трудишься Трудишься Годами Раздаешь Евангелие А плодов Не видишь И Прям Ну Начинаешь Как бы Господи Ну Дай Утешение Хоть Какое-то Чтобы Одна Душа Какая-то Родственная Родственная Появилась Приняла Слово Истину И Господь Посылает Новые Души В этом Году 12 Человек По Милости Божьей Приняли Крещение Благодаря Интернету Вот Вот Нам Дальше Надо С Божьей Помощью Молиться Развивать Этот Дар Вот И На Работе И Всюду И В Интернете Сейчас Ну Правильно Ты заметил Ходить-то Никуда Не Надо Чат Рулетка Есть Открывай И Общайся Вот Я Вот Попробовал Одно Время Ну Потом Прекратил Все Как-то Жутковато Там Вот Это Я Не Знаю Как Игнать Тихонич Назвал Это Спуститься В Преисподне Или Как-то Он Назвал Действительно Жутко Там Но Это Чат Придумали Совершенно Для Другого Тут Тяжело Но Надо Надо Конечно Светить Там Где А Мне Вокрис Надо Заходить По деревне Из дома В дом Про Таких Как ты Написано В Евангелии Тоже Ходили Там Даже Предостерегали Если Больше Двух Дней Остаются Там В этом Доме Гнать Гнать Палкой Оттуда Надо Но Мы Больше Трех Минут Нам Запрещено Мне Тоже Брат Нравится Потому Что Люди В Деревнях Они Более Открыты Так Столи Даже Деревня Деревня Какая Развалюха Из Деревня Старая И Люди Добрые Ни Запоров Ничего Дома Попогаче Люди Более Такие Настороженные Уже Не Хотят Слово Истинно Принимать Люди В Простоте Которые Да Есть Такие Деревни Когда Нам Городским Непривычно Идешь И С тобой Все Здороваются Так Воспитаны Я С детства Так Воспитаны Уже Печу Здравствуйте У меня В детстве Так Было Себя Вот А у нас Общине Барнаульска Не добьемся Почему Город Потому Что Уже Не Так Воспитан Хотя Мы Называемся Большой Семьей Там Говорят С одной Деревни То есть Это Люди Земляки А тут Родственные Души А дети Не Здороваются С Воспитаны Почему Странно Та Игорь Дебунов Все Время Обижается На Этому Ну Не Поздоровались Не Поздоровались Ну А С другой Стороны Он Правее Чем Я Он Неровно Дышит Он Не За Себя Дышит А Хочет Чтобы Дети Были Воспитаны А Это Почтение К Старшим Это У Мусульман Всегда Так Я Очень За Это Уважаю У Них Это Воспитание Вложено А У Нас Дети Хамовит Ирос Почему Потому Что Сам Я Сам Знаю Как Жить Кто Так У Мне Указывает Ну Подумай Что Ты Старше Меня На 20 Лет Ну И Что Уже Заповедь Почитай Отца И Мать Не Работает Там Не Только Отца И Мать Заповедь Но И Свекра И Свекровь Тоже Имеется Ввиду А Это Почему Просто Родители Они Старше Тоже Имеется Ввиду Это Так Ну Что Слава Богу Час У Нас Прошел Если У Кого То Может Быть Вопрос Есть Не По Писанию Не По Пройденному Может Какие То Там Замечания У Меня Есть Вопрос Очень Хорошо Пожалуйста Марина Я Два Воскресенья Ходила В Последние В церковь И В Одно Из Воскресенья Я Причащалась И Со мной Причастилась Тоже Молодая Пара У Них Маленький Ребенок Где-то Месяца Четыре Может Пять И В Следующее Воскресенье Прихожу Они Опять Причащаются Я Спрашиваю У вас Ребенок Больной Они Говорят Нет А нам Батюшка Сказал Каждое Воскресенье Причащаться Вот Я Хотела Спросить Правильно Они Делают Не Знаю Златоуст Говорит Я Нечастого Ни Редкого Причащения Не Осуждаю Я Братую Заготовность Но Тут Ребенок Я Видите Родитель Должен Всякий Раз Причащая Ребенка Готовиться Сам Три Дня Паститься Вычитывать Молитвы Жизнь Как-то Немножко Поменять Более Аскетично Подходить Перед Причастием Каждую Неделю Вряд ли Они Родители Это будут Делать Вряд ли По себе Это Знают Четыре Раза В год Да И то Себя Иной Раз Не Раскачаешь Надо Начинаешь Более Усиленно Пластиться Слово Божие Уникать Потом Опять Заботы Житейские Плоть Питать Надо Да И Ближним Хочется Помочь Денег Денег Заработать Милостыньку Оказать Так Как-то Все Поэтому Московская Патриархия В чужой монастырь Со своим Уставом Не лезть Там Есть Устав Ну Вам Я Не Советовал Каждую Неделю Прочищаться Что Я Им Сказала Часто Нельзя Может Я Неправильно Поступила Они Другого Почему Нельзя Что Вы Им Ответите Они Ответят А нам Батюшка Сказал Да Они Еще Батюшки На вас Нажалуются Вот Вы Сказали Каждую Неделю Прочищаться А вот Эта Сектантка Она Наверное Отладкина Она Говорит Вы Неправильно Делаем И Батюшка Будет Вас На ковер Сказать А С чего Вы Взяли Кто Вы Здесь Такая И Начнет Вас Гнать Почему Нельзя Сможете Вы Дать Ответ Нельзя Согласен Да Нельзя Почему Я Я Только Из Роликов Видела Что Игнати Тихонов Сказал Что Часто Нельзя Прочищаться Вот То Есть О Ролике Он Почему Так Говорит Потому Что Из Опыта Дети Которые Часто Прочищаются Они Ну Как Бесноватые Что Ли Становятся Или Им Это Идет Не На Пользу А На Вред Если Дети Дома Бьются В Истерике Капризные Не Слушают Родителей Даже Им Три Года Два Года Их Не Нужно Вести К Причастию Они Не Годовы К Причастию Они Должны Быть Спокойные Да И Аминь И Это Идет Болезни Вот Часто Родители Прям Силком Тащат Священник Пищит Орет Бьется Прям В истерике Там Прям 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 Причищенником Зачем Его Причищать Они Батюшки Так Оправдывают Что Они Думают Что Вот Бесноватый Или Духовно Больной Надо Сатана Бес Нет Причастием Злых Духов Не Изгоняют Причастием Оно Может Являться И Недостойно Прочищающей Это Восуждение Злые Духи Изгоняются Только Молитвы И постом Не Причастием Не Я Это Знаю Но Священник Это Я Наташа Не Тебе Говорю Это Я Сейчас Для Слушающих Я Знаю Что Ты Знаешь Священник Этого Не Знает Он Думает Что У него Причастие Как Таблетка От Всего Такое Вот И К Причастию Относятся К Такому Как Неправильно Нужно Достойно Чтобы Человек Сначала Очищаешься От Грехов Исповедуешь Их Каешься В них Искренне Потом Причищаешься Всего Крови То есть Нужно Сначала Отречься От Сатаны Потом Причаститься Христу Невозможно Служить Дом Господа То есть Греху Служил Жил Во Грехе Потому Что Дети Они же Когда Истерику Закатывают Это Непочтение Родителям Родители Говорят Перестань А Нарушение Заповедей Почитай Отца И Мать То есть Он Не Слушает Мать В Ветхом Завете Если Юноша Молк И Пьяница Выйти И Побить Камнями И Родители Первые Побивали Камнями То есть Он Не Кается То есть Он Не Почитает Родители Он Их Ни Деньги Пропивает И Проматывает Побить Камнями И Так Извернет Злой Среды Себя А Сегодня Ребенок Родители Не Слушается Его Причастью Попы Толкают Зачем А Затем Что То Недостойно Прочищается То Многие Из Вас Больные Немало Умирают Они Это Как будто Не Читали Никогда Или Они Хотят Чтобы Многие Были Больны И Все Поумирали И Больше Денег Заработают Отпевать Женам Это Там Хорошо Платят Да И Болеют Тоже Хорошо Собороваться Пригласят Опять Денежку Дадут Я Утрирую Конечно Прости Господин Ну А как По-другому Расценить Как Понять Слово Достойно А вот Исследуйте Самих Себя Верили Вы То есть Человек Может Сам Себя Исследовать Вот И Совесть Ему Подскажет Конечно Мы Все По-большому Счету По-большому Счету Мы Все Недостойно Подходим К Причастию То есть Мы Люди Грешные Склонные К греху Но Мы Также Склонные К покаянию Господь Нас Этому Научает Понимаете Согрешить Дело Человеческое Отчаиваться Дело Сатанинское Если Человек Отчаивался Ну Все Я Грешу Грешу И Никак У меня Не Получается И От Этого Избавиться Все Вот Это Дело Сатанинское То есть Человек Отчаялся В том Что Он Может Избавиться От Какого-то Греха Совест Ему Подсказывает Что Он Делает Нехорошо Но У Него Не Получается Избавиться От Этого Греха Он Продолжает Его Делать Так же Ну Как Достойно Если Ты Взялся Батюшка Отец Таким Учит Так Вот Вы Возьмите За Один Пост Один Грех И Давить Его Вот Я За Этот Пост Взял Грех Червового Годия Я Считаю Его Подавил Мне Все Спрашивают Встречают Меня Ты Как Бухенвальда Ну Похудел Я Все И Все Вот И Исповедовал И все И больше Я Теперь Как Уже Не Отгидаюсь Уже У меня Нет Такого Желания Изысков Каких-то Люди Как Ну Поесть И Все Ну Вкусно Слава Богу Невкусно Да Еще Лучше Меньше Меньше Съем И Главное Насытиться Они Свои Вкусовые Присоски Усладить Вот Или Лень Там Нападет Все Само Желение Тоже Вот Как Каждый Просто Исповедовал Лень 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 Да Сколько Можно Ленивый Подобным Воловьем Помета Хочешь Быть Корой Лепешкой Да Нет Конечно Господи Помоги И Все Нудишь Себя Там Пересилил Да Слава Тебе Господи За Помощь Твою И Все Постоянно Эта борьба Идет Самого Собой А Так Чтобы И Ты Идешь На Исповедь А Уже Если Какой Грех Не Поборол Уже Ты Чувствуешь Что Ты Недостойна То Все 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 Равно Другие Другие Грехи Поборол Уже Испавился То Это Значит Твое Достоинство Ну Я Так Понимаю Там Написано Недостойно Не Рассуждая О Теле Господнем Многие Вообще Прочищаются Не Зная О Теле Господнем То Все Непонятно Но Мы То Знаем Слава Богу Проходим И То Совесть Нас Обречает А Может Я Недостойна А Может Я Бесноват И Даже Игнать Тихонич Говорит А Может Я Бесноват То Начал Подкашливать И Даже Так Мучает А Ты Не Видишь Туда Сюда На Грех Наталкивают Постоянно То В Гнев То В Лень То Еще Что Ну Вот По Совести Да Достойно По Совести То Представь Христос За Тебя Умер За Твои Грехи Кровь Проливал Его Распинали Он Терпел Страдал Ты В Него Веришь Что Он Такой Был Что Это Ты Должен Быть На Кресте Вместо Него Бог Тебя Ты Бога Прогневляешь Своими Грехами Ты Все Это Поверил И После Этого Опять Начинаешь Грешить Опять Как Бы Гвозди Забиваешь Руки Христа Своими Руками Своими Грехами Опять Его Распинаешь Это Что По Совести Что Он Он Взял На Себя Грех Мира И Твой Грех Ты Должен Мучиться В аду То Что Согрешил Перед Богом Бог Он Любит Грешника Кающегося Некающегося Ненавидит Душа Его Все Грешники Будут В аду Мучиться Такого Закон Божественный Мы Не Можем Поменять И Он Справедливый Все Злодеи Они Рано Или Поздно В аду Оказывается Они Здесь Слот Варили Людям Вот Да Елена Фауэр Подруга Спросила Что Такое Причастие Я Тоже Первый Раз Когда Меня По Моему Повенчался Я Надо На следующий день Прийти Причаститься Чего Такое Слово Новое Совершенно Для меня Повенчали Меня Мы Не Пошли Никого Не Причищались А зачем Я Не Знаю Что Это Такое Зачем Для Чего Для Чего Батюшка Так Сказал Этого Ребенка Каждую Неделю Причищать Видимо Он Больной Они Думают Что Причастие Мого Исцеля Не Зная Что Причастие Можно И Убить Недостойно Но Ребенок Как Он Достойно Недостойно Он Еще Ребенок Поэтому С детьми Как Там Родители Правильно Наталья Если Он Истерит Визжит Кричит Значит Недостоин Пусть Дух Мирный Войдет В него А потом Тогда Со Христом Соединится А Если В нем Дух Истерит Ничего Не Надо Его Прочищать А Работать Надо И Батюшке Спрашивать А Как Так Он У меня Что Нужно Делать Ну А Поп Чего Он Сам Неверующий Да Дайте Ему Эту Таблетку От Всех Болезней Причастия И Все Он Исцелится Не Исцелится Будет Еще Наглее Еще Хуже Будет Игнать Ихнать 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 Дети Которых Часто Прочищаются Они В храме Ведут Себ Безобразные День Но Это Когда Сейчас У нас Нет Такого Дети По храму Не Бегают А Раньше Когда Они Молились Видимо Такое Было Замечено Такое Было Примета Такая Была Да То Есть Вместо Причастия Есть Витамин С А Есть Витамин Р Р Ремень И Об этом Писание Говорит Или Розга Витамин Амре Надо Лечить Таких Детей А Непричастием И Исправитель Розга Испавит Над Преисподней Все А вот Слово Чаще Для чего Чаще Кто-то Не Понимает Смысл Кто-то Вы Подойдите Вот К этим Людям И Спросите Вот Вам Батюшка Сказал Почищать Его Каждую Неделю А Зачем Они Ничего Не Ответят И Поп Не Ответит Зачем А Если Ответят Вы Нам Скажите Чтобы Мы Тоже Знали Зачем Каждую Неделю Лучше Священника Спросить Зачем Вообще Для Чего Причастие Смысл Причастие Для Чего Православные Причастие Интересно Будет Послушать Ответ Скорее Священник Этого Не Знает Так Как Их Учит Семинария Одному И Одному И Тому Жен Они Так И Думают Что Душа И Седается Тело А Может И Душа Тоже В Писании Написано Вот Я С С Разговаривала Кто Не Будет Если Пить Кровь Христов Не Будет Иметь Вечности Жизнь Это Так Понимается То есть Пописание А Священник Он Совсем Обратно Это Прощение Влеков Бог Исцеляет Грехи Тело И Души Там Даже Наташа Не Написано В Вечности Жизни Не Будет Иметь В Себе Жизни Да В Себе Жизни Я Просто Дословно Сказала Да То Сейчас Мы Должны В Себе Иметь Жизнь Христос Говорит Я Есмь Путь Истины И Жизнь И Мы Соединяемся С ним Не Только Духовно Словно Но И Телесно Именно Вот В Этом Таинстве Таинстве Причастия Мы Телом Ощущаем Его Тело И Кровь Я Я Кого Читала Давно Давно Но Сейчас Не Помню У Кого Но Запомнила Содержание Что Там Кто Священник Сказал Что Наше Богословие Находится На дне Евхаристической Чаши Вот Как Было Объяснено То Есть Все Сводится К Этой Чаше Вся Эта Жизнь Вся Духовная И Научение И Все Нет И Они Этой Чаши Начинают Играть Причастием А Я Тебя Не Прочищу И Ты Сдохнешь Как Собака Во Грехах В Ад Пойдешь Разве Это Любовь Человек По Совести Он Сам Есть Такая Басня Крылова Как Ты Посмел Нагреть Своим Нечистым Рылом Здесь Чистое Мутить Питьем С Песком И С Илом Вот У нас У Прочищаемых Должно Быть Такое Же Чувствование Как Я Своим Нечистым Рылом Замарал Оскорбил Бога Своими Грехами Я Своим Нечистым Рылом В эту Чашу С Чистой Причистой Кровью Лезу Но Господь Так Заповедовал И мне Нужно Это Сделать Причаститься Чтобы Как Как Потому Что Так Господь Повелел Я Тебя Прощаю Ешь Мою Кровь Пей Мою Плоти Не Греши Больше Бессовестный Ты Так Говорит Я Все Для Тебя А Ты Так Со Мной Понимаете Как Такое Понятие Должно Быть У Человек А Не Так Чуть Согрешил Быстрее К Той Часть Убежать Все Перевернуто Совершенно Я Не Достоин Господи Прикоснуться Твоего Тела Как Петр Рыбы Поймал Много И Господи Выйди От Меня Я Человек Грешный А Тут Чуть Что Не Так Сразу К Причастию Лезут Во Грехах Смертных Живут И Лезут В Причастие Поэтому Все Больницы Переполнены У нас Златоуст Учит Я Лучше Отдам Тело Своё На Сведение Апсам Чем Причастие Недостойно Прочищающемуся Поп Должен Разбирать А Как Он Ребенка Увидел Такой Достойный Что Теперь Ему Каждую Неделю Как Его Увидишь Он С Нем Не Живет Он Знать Не Знает Этого Ребенка Родителей Тоже Первый Раз Может Видеть Почему Только Ребенка А Не Родителей Если Родители Воспитывают Ребенка И Он Видит В них Такое Достоинство Тогда И Родители Пусть Каждую Неделю Прочищаются По Логике Они Достойны Ангельской Жизни Все Кто По Игнаю Тихоновичу Тоже Давайте Каждую Неделю Прочищаться Все Кто Пошел По Этому Пути Они Потом Потерпели Духовное Падение Крушение Так Скажем Что Мне Ближе Четыре Раза В Год В Посты Когда Ты Действительно Работаешь Над Собой Не Как В Негие Роскоши Вы За Меня Помолитесь А Я Сам Буду В Негие Роскоши Ты Сам Потрудись Сам Попастись Сам Помолись Сам Потвори Милостынь Сам Начни Себя Ковырять А это Очень Легкий Широкий Путь Проглотил Прочастие Все Нет Это Широкий Путь Ведущий В Погибель Узок Путь Ведущий В Царствие Небесное И Немногие Находят Его Немногие А Широким Путем Таким Идут Многие Но Куда Идут Да Жизнь Христо Значит Не Будет Иметь Себе Христа Вопрос Такой Как Бы Так Да Манна Небесная Прообразом Была Вот Именно Причастие Плоти И Крови И Иоанн 65 Ибо Плоть Моя Истинная Есть Пища И Кровь Моя Истинная Есть Питье То Народ Египетский Народ Еврейский Когда Был В пустыне Шел Землю Обитованную И Бог Опитал Именно Манной И Это Как Прообраз Для Нас Что Мы Идем В Царство Небесное И Господь Нас Питает Своей Плоти И Без Него Они В пустыне Не Выжили Без Манна Так же И Мы Живем Плот Как Прообраз Брать Истинная Есть Пища Да Да Но Там Апостолы Говорят Что Отцы Ваши Ели Манну В пустыне И Умерли Для Того Чтобы Они Уверовали Во Христа Приняли Христа Вот Все Которые Прещаются Они Веруют Во Христа Но Это Тоже Можно Взять Как Прообраз То Умрут Неверующие Леди Приходят И Прещаются Там Еще Интересно Было Манну Берите Только Этой Манны Надеть Больше Не Берите А Кто Больше На Два Дня Брал Там Черви Не Заводились Не Указывает Ли На То Что Слишком Частое Прочищение Приводит Вот К Такому Вот Прости Господи За Такое Сравнение Может Быть Оно Не Совсем Корректно Коли Нам Толкователь Говорит Что Те Или Мамы Умерли Я Есть Клеп Жизни Первые Крестьяне Они Все Равно Они Причищали Действительно Очень часто В Условиях Гонений Когда Ты Постоянно Находишь В Этих Гонениях Не Собирались И Причищались Всегда И Это Было Трапеза И Это Делали Но Сейчас В условиях Обдержившления Когда Человек Не в том Находится Абсолютном Состоянии В котором Он Может Постоянно Это Принимать Это Гибельно Да Так Ну что Закончим На сегодня Слава Богу Давайте Помолимся Достойно Есть Я Кого Истину Блажить Тя Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш И Честнейшую Херувим И Славнейшую Без Сравнения Серафим Без Истеления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Валентина Молитесь Можете Нету Екатерина Помолитесь А по окончании Своими словами Тоже Нету Может Микрофон Забываете Включить Славлю И Благодарю Господа Бога Моего Спасителя Искупителя Иисуса Христа Который На кресте Пролил За меня Дабы Не умереть Но иметь Жизнь Вечную Благодарю Господа За возможность Получаться В Писании Взываю Господа Помочь Видеть И исполнять Волю Его Работать Со всяким Смиренно Мудрем И возможность Благовествовать Волю Его И Святое Писание Также Благодарю Господа За эти Занятия За общение С братьями И сестрами Во Христе Иисусе Господи Слава Тебе Господь Мой Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь 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 Следующее Занятие Будет У нас В пятницу В это же Время В 17 По Москве Храни Всех Господь Богом Благодарю Богом